Добрый вечер. Я всегда поэтому очень волнуюсь, дабы не удалить грязь лицом, но помолять начнем. В первом отделении я хочу показать наработки некоторые новые, которые со временем прошлой встречи появились. Если будет желание, пожалуйста, присылайте записки или так можно просто из зала попросить что-нибудь. Если я смогу, то с удовольствием спою. Доживать не о чем не жалея, даже если и полов, прости. Кот наплакал, дождливая лея, лесопарка, ветвики пути, миноват, сбегают глаголы. В идеальном прошедшем давно, по голове неуютно и голо, а душей подумать смешно. Дым отечественного чорен и сладок, опьяняет московскую тьму рощи, претерпевает упадок. Вот и я покорюсь к нему. Хорошо бы к такому началу прикресать благодушный конец. Например, о любви и любом наслаждении верных сердец. Или, скажем, о вечности ягод, нескрочил скороспелых поэм с непременной моралью в финале. Про всех лирических тем, но, увы, романтический дар мой слишком высокомерен и сильен. Только в чужий подход ламитарный к дешевизне земного минируя. Любомудрый гонящий и кислый, засыхает трава льда, не просите у осени смысла, Пожалейте ее, господа. Очевидно, другого подарка, сиротливая ищет душа по языке вам дурацкого панка. Сердцебиная листворка душа, очевидно и даже несложно, Побормочет в ответ, я там арендатор ее ненадежный, непричастный, небесный, труда. Первая песня была на стихи Бахыта Кинджеева, впрочем, вероятно, как и вторая. Еще несколько следующих песен. Очень люблю и продолжаю любить этого поэта. О нем, наверное, рассказывать особенно не надо. Да, в последнее время он уже появляется в Москве, вот, и даже выступает, по-моему, с концертами, насколько мне известно. Вот, жалко, пересесться с ним, вот, не удается. Ну, ничего, может быть, это и к счастью. Потому что некоторые поэты сочиняли, например, Новородского поэтового музыканта, а ему не нравилось. Вот, а песни были замечательные. Да, ну ладно. Я, в основном, первое время попытаюсь попеть, значит, не на свои стихи, ну, там спою, там, парочку. Может быть, возможно, много песен. И, в основном, первое время попытаюсь попить, значит, не на свои стихи. Пустой в собор в строительных лесах, Добро в мешок собрать нетороприимо, С морской солью в светлых волосах. Ночь нищенка спускается к зари, С морской солью в светлых волосах. Ночь нищенка спускается к зари, Ступая за ним, куда глаза глядят, Расплачивая с сороком припоя, Низ кельцей развестился зимний ад Для мертвых душ, которым нет покоя. Низ кельцей бьется в ледяной волне, Глухой дельфин и альтаринопада, Чья динь свеча восставлена в огне, Жизнь горжа особенно закат, Чья динь свеча восставлена в огне, Жизнь хороша особенно закат. И молча смотрит у своих детей, Как Сиус в рождественную свою стужу, Дух, отделивший мясо от гостей, Тверчь от воды и женщину от мужа. Дух, отделивший мясо от гостей. И молча восставлена в огне, Чья динь свеча восставлена в огне, Дух, отделивший мясо от гостей, Ах, не плыть по голубому морю, Не видать нам золотого рога, Ах, не плыть по голубому морю, Не видать нам золотого рога, Не плыть по голубому морю, Не плыть по голубому морю, Не видать нам золотого рога, Не плыть по голубому морю, Не плыть по голубому морю, Не плыть по голубому морю, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бехил Кузьмин Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вероятно, знаешь, что я выстрадаю выпадением фрагментов недавнего прошлого. И я заранее прошу прощения. Вот это, конечно, малого туристка, я понимаю. Ну что ж, ну есть такой билет. Так, ладно. Ну и тогда уже, чтобы Рубцов была не одинока с одной песенкой, Еще одна песня. В лесу под осознами на светлых вылупках, Все мысли сложные, сто раз я вылупка, А лоббого римжика не дели со сне. Эх, сколько римжиков, ну как во сне. Я счастлива родина, грибов не счесть, Но есть смородина, малина есть. И сын, на земле ся, вес, как гриб, Медные спасибо, к рай чудес, но мы не бедные. А вот колодина, лет лакал здесь, А счастье родина, ведь счастье есть. И счастье тихое, и счастье громкое, и есть великое, Но пусть огромное спасибо, родина и счастье есть. А вот полотен, звериный лес, и снова русские дороги, Срещены полуэти русские, растучие вещие. Взгляну на морна и в тот же миг, Пойду не в сторону, а на прямик. Спасибо, родина, я счастлив, Родина всех я, лучше разная смородина. Ну вот, я теперь думаю, что Рубцову будет нормально. Позвольте, я спою что-нибудь еще и во втором отделении. Если позволите. Не теряя, так сказать, нити связи с Бахитом Кенджейном, Все-таки хочу спеть пару песен на стихи Александра Кушнера. Недавно ему исполнилась круглая дата, К сожалению, я не запомнил какая, То ли 65 лет, то ли 70. Не могу, извините, ну это не женщины, они обидцы, которые знают. И уж что узнаешь, то я не знаю. А возможно увеличил мозг. Ну по-моему 70, вы знаете. Кто-нибудь знает, что про 70 лет? Ну ладно. И в нашей местной газете была посвящена этому, Этой знаменательной дате, Статья, которая была произведена в частности растища Из уже имеющейся у меня на тот момент песни. И было сказано, что вот какой-нибудь большой творческий диапазон, Так я понимаю, у Александра Кушнера, Что он пишет, так сказать, во многих ипостасях, И в частности вот четверостища о том, Как он представляет себя, Вернее, какая у него была детская любовь. А дело в том, что я очень серьезно подошел к этим стихам, И у меня любовь была, получилась несколько недетская. Ну посмотрите, кто вернее понял. Быть нелюбимым, Боже мой, Какое счастье быть несчастным. Идти под дождиком домой С лицом потерянным и красным, Какая мука благодать. Сидеть с закушенной кубовью, Раз десять на день и умирать, И говорить самим собою, Какая жизнь сходить с ума, Как день по комнате шагаться, Какое счастье ждать весьма, По месяцам и не дождаться, Кто нам сказал, что Жизнь у ног Лежит в слезах на всем заглоте, Но с угрозой, И жесток, Зато в истину пригорался, Что с боем делать мне, Мои любимцы. С головой в ночи у королы сядут, Как за мне нету счастья, И я бы разлюбить тебя не боюсь. Ну вот, вам смотрите, Конечно же, Мир лежит у ног, Очень прекрасен. Вот. Так, ну еще одна песня, Это она на Кушнера, Она более, так сказать, Более последняя. Это песня, которая называется «Гоффман». Почему она меня привлекла? Ну да, во-первых, Потому что стихотворение, Мне показалось, Можно петь, Такое боющееся стихотворение. Вот. А еще потому, Что Гоффман, Некоторое время своей жизни, А миноральный период жизни, Был моим земляком, Кеннид Перс. Потом, По какой-то причине, Вот он уехал, И, как мне известно, Больше не приезжал Кеннид Перс. Все, по-моему, Гамбре. Одну минуту чуя, Что хотел спросить, Легко рейков внутри носить, И горевать, И уставать от трех людей, Тому, кто Эрнст, И Диагор, И я на ней, Харест только вид, Канцелярию лиц, Он за листом судья морает новый лист, Не рисовать, Не сочинять ему, Не петь, В бюрократической машине доль Скрипеть, Скрипеть, По песне, Книг кому-то приговор, Да удачный мне Эрнста, Теодор, Придя домой, Привозглавая боль в плече, Он пишет повести, Ночами при свече, Он пишет повести, Сердце, Все, Все, Тогда приходит К Теодору Абакей, Кость удивительный И самый дорогой, И он словно Монцерт Нашет в воздухе рукой. На Фридрихштрассе Голдман Голдин пьет И ест, На Фридрихштрассе Голдман Голдин пьет На Фридрихштрассе Ах, нет, направо Умоняет Теодор, И тем налево Оба слышат И во двор, Играет в плече, Грибокворель, Как будто школьник Ладит пальцем В букварель, Но все равно она Вздыхает о валии Судебных записей Милей и повестей Ах, нет, направо Играет в плече, В плече, Как будто я пою песни Уже, в принципе, когда-то, я хотел сказать, бывшее употребление, когда-то уже здесь звучащее. Ну, кое-что все-таки прозвучит, возможно, для вас будет «но». Так, ну вот, тоже одна из моих давнишних привязанностей и любовей Олега Чургонцева, очень, так сказать, как мне кажется, за мной всегда бережно пытаясь подходить к его стихам, песня, которая здесь озвучала «Батюшка». Как табак доставал, до кальян набивал, до калечки пускал в потолок. На тласе бури по жилку раступал, кучерявый сосна хохолок. То ли птицей сновал, то ли носом кривал, на подушках до пуховиках. Где ты, Батюшка, спал, как лежал, почивал. В облаках, говорит, в облаках, а вот так, вышел табак, да потёрся атлас, да ли спичный разбился дух. Глянь, солнце коломано, пустыня для глаз. То ли свет, то ли рану, батюр видит в тучах просвет. Он воскресный пропал, видит ангел, анны черви в голосах. Где ты, Батюшка, был, где всю жизнь пропадал? В небеса, говорит, в небеса. Вот, так сказать, примитивно, мне кажется, никто никому не обязан. Никто никому не обязан. У каждого собственный счёт Лишений свыше наказан Достанных своих забот. А если кому надоело Избыток убогий плачить, Он уборит. Какое нам дело По счётам и долг оплатений. Но есть и другая Свобода Не вечному вечную восстать, Тогда не спешность ухода, Не тяга качи, А благодать. Не так ли срывается листья, Не в юг облетает ладогон, Последним теплом бескорыстия, Пентумен холодный и простой. Не так ли в подельной юдори, И нам этот праг отрести, По той, по единственной воле, А там хоть Выльём зарасти. И если кому-то положен Претен, Да воздастся до ум Старицы А свыше Не должен Не должен Никто Никого Ну, чтобы опять Дело наскучно, Чё-ка, А вот женщина Их взгляд не сквозит, И не отшутится Серьёзно Шап За горло Перевносит И жизнь Пойдёт На перекос Преучится И подозёрка И пальцем Не пожалеёт Не пожалеёт Но глядет Холз На невзорках И всю обыденность Сметёт Пройдёт И море Взбудоражит Баран Кинет Наш Весок Обратится Вдруг Берёжет Волна Смирённая У ног И видит Бог Порвёшь Все пути И в мелочный Стряхнёшь Уклажь И сон Единственной Внутри Когда Она Опустит Взгляд И если Тайна И друг О друге Сведёт Вас Где-нибудь Двоих Крестей Садишь Руки И руки В руках Останутся Твоих Вот Женщина И глаз Не вскосит И не отшутится Всерьёз Голос Наш За горло Не бросит И жизнь Пойдёт Наперекон И Пойдёт И И Аплодисмент Аплодисмент Расскажи мне, баб, именно о певучих и белых, о них, Изучивши книги, духи, человеческий глаз голубых, Не вина, чтоб землистая видимы, не сныпаем от сметных забот. Слабосильный товарищ невидимый наше горе на ноты кладет. Проплывай, паутинка, я сей, чудный голос неверно чей. Эта вера от века просеяна в бессталанной учизне моей, На греши мы, на курам лезли, хоть стреляйся, хоть локти не горди. Что ж ты плачешь, а плотно окрепейся, лебединые крылья гряди. Аплодисменты Пока еще в моем репертуаре песни «Натихи Кензеева», Которые имеют непосредственно любовные велики. Там, где женщина, так понимаю, выражена очень четко любовной. То есть любовные. Впрочем, это моё название, «Обманывая всех, переживая, любовники встречаются тайком. В провинции, где красные трамвалы, Аэропорт, пропавший табаком, Автобус золотой, заколустье, Речное усть, стылая вода, Боль обоймёт, процарствует, отпустит. Боль есть любовь, Особенно когда, Как жизнь тренью проходит и четыре, Когда часы считают дни, Он говорит о дни в этом мире, Она любит, действительно, на дни. Вся зала гранитой гальки шевеллез, Вогиня в огонь его пират. А чем я здесь, на что ещё, надеюсь, Пора домой, любимая, пора, Закрыть глаза и окна сотворяя, Он скажет ветер ему в ответ, Она кивнёт, мы изгнаны из рая, Она вдохнёт, и тихо молит, нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я слежу, отвечая, привычно, что лодка прочная, Как стоящая женщина в них удаляется там, Плавный выкат кедра черной базы, Работа восточная, И не странно, что женщина закрыла глаза, И не бликовал, и непривычной дорожки ответится, И не право там, и не веро на берега нет, Лишь на тёмном узком лицом, Пускай, знающе, светится, Пызы, мама, А клик утечнется, Разрушить сюжет. Но смиренно молчу, Небалеткими, Кровухами, ладнами, Пребывая в сиротстве При полном составе семьи На краю пустоты, На краю Этой пропасти Лакон Откричала Душа, Чем-то, Воленья Свои На иссящем сосуде Закрыли на старая трещина, Но даже куда поднималась Живая вода И куда Уплывая С глазами закрытыми Женщина Вряд ли знает, А знает, Не скажет тебе Никогда Ну что, чтобы сохранить уже такую минорность, романсовость первого деления На стихе Батлеров Душа вина В ночи Душа вина Игра Сонком пьяна И пела Человек И свет И власть Мою Под красным Сургучом Кузьи Веща Стихарана Вам А без Дуйны Я Братство Бес Не пою Я знаю На холме И сон Уже На злобе Так много Нужно Сил Терпень И Трога Чтоб Рани Ночь На свет И душу Обрел Богу Я И благодар Мне Подруг Вам Навсегда Любовиться В рот И в корм Всех Устан Я Бурно Радуюсь Пускай Семь Этот Путь Чем Служ Не Плачить За Служенных Подвалов Мне Лучше Вереть Загрев Живую Грудь Когда Воскресный День Будет Опитен Год И Бурь Калюты Будят Твои Мечты А Пред Тобой Стакан И Твои Растегнут Ворот И Локти На Столе И Даром Счастных Дым Глаза Твоей Жены Зажгу Я Прежним Светом Для Сыновей Твоих Опорой Стал Я Как Маслово Скуман Я Лучен Всем Атлетам Основ Основ Слабивающим На Ринге Быть И Глав Тебя Я Не Звон А Против Ей Расти Зерном Что Бросит Мир Лишь Сидержите Мог Чтобы От Наших Встреч От Наших Наслаждений В Саншуар Болезья Как Редко Студ Цветок Спасибо Так Ну вот еще Пару песен С первого Отделения Пожалуй Можно Ставить Так Так Ну вот Ставлю Песни Есть Песни Некоторые Общелюбимые Но я Так Волнуюсь Исполняю Их Что Протачу Понимаете Не в защите Махетка Под Перезлон Красотки Семи Стру Моя Молинца Все Смывалось И нам Ставали Достало Все От Вещаная Урна И Несправедливой Матушка Судьбой И Жалко За Право Жертв И А А Постол И Расходится Домой Ну Что Сказать Какая Им Награда Какая Им Награда Ангел Мой Где Правда Гордость И Боженность Давай Приколни Главные Слова Ты Говоришь Что Всех Переживешь Нас Ну Так Держись Лихая Голова Давай Держись Сынка Молодая Кидая Коры Легкие В Разлез Сырой Земли На Завтра Лих Ры Дам Я Осенний Вик Давно Что Быть Под Лег Так Перейдем Сегодняш Завтра И Долгой Водки Выпьем Вечеру Ты Говоришь Мы Ты Яр Ган Ты Я Согласу Все Слезы Я Батру А За тоску Вспомнится Другое Прошедшее Страшнее И Роднее Наш Путь Уныл Увидит Вне Труд И Гол Но Как Вино Печали Ведут Сыр Трень 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 Помоги мне и не согреться с трудой Повеливы у тебя Будь счастливой отныне И никогда в твою жизнь не войти Аплодисменты Я спою эту песню в начале второго дня Спасибо Аплодисменты Ну что, начнем Второе деление будет более, так сказать, как мне кажется Более раскованное Мне Поступило уже больше Тут буквально половина моего репертуара Очень приятно, что помнятся такие старые песни, как «Последний шмель» на стихи Бунина Увы, увези меня к молю Прочно, безнадежно Вот, но что мне попытались петь А с первым из всех, что я помню Восьмой кричал про чтение-то написано 1,2 Ну я понял Сто язык, сто рук, сто двух, сто мем С недостроенной своей каванчой А и вправду этот град ватлон Заманил меня мечтей козрачом Заманил меня, любит, не западню Приютил, напил салагой в живот Приучил ругаться семь раз на дню Приучил меня к разлуке его Восьмой кричал Португ и в задворках мрак Восьмой кричал Преданный мрак Восьмой кричал В самой глубине На восьмой кричал Не приходи ко мне Подав в борту Серая и грязная Мучная бы Горчит во рту И праздновать Надо бы праздновать Мечту 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 Но забытый имя, возраст, настрой Здесь никто уже не спросит Угор А и вправду этот лысый угор Был когда-то королевской горой Но до Бога не достанешь с горды Здесь в огне вервалится петлион Чьи нам отрасны А крыши остры Потому и это Город Павелон Я не пес цепной И не пропитей Но прикованности силу постиг Цепью слов для из родимых детей Цепью тяжкой из могил дорогих В этой ветреной Слезливой Дыре И мне кажется Я даже скучал По лепой конче На горе И конечно По тебе Мой Восьмой Восьмой Причал Портовых Задворков Мрак Восьмой Причал Восьмой Причал Причал В самой Глубине На восьмой Причал Снова идешь Ко мне Вода В порту Серая Грязная Мучная Быть Горчик В порту И Празднуем Надо же Празднуем Мечту 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 Вот В зиму С тех же названием но под цифрой два Это называется подгонку Восьмому Я попытаюсь спеть, она несколько рисковата, скажем так, но с другой стороны, одеваться в то, что уже один раз позвучало. Еще сжимается рот, когда гляжу я на сударь, Вискулы и бортами степты, А под боевами всегда в нюхе, но бурта, Блестиная здешняя борта. Еще в ночах, в начале робко, Уже одною мыслим пьян, Краду с тротойною тропкой, В ойме побуждая вверху стран, Что вышагной, безнурной тропкой Пальнут в открытый океан. На мою минуте, на веки носом на залю, Между двух мостов и двух бардолей, Прикован Митец за ноздрю. Да, 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 на веки за ноздрю. Не над поддержкой мы диплота, Барс единиц предприбой, Субтитры создавал DimaTorzok И как бессмысленно жесток посад сгоняет на восток От аэрботного кумана Прорытный спрад морских батарей Просладкий дух родных мест Дошли из первых истекали А пушки, крохали, окресты все вокруг Рука плескали, как проститут на невесте Но тот, кто мел хранит в соломке А за пыльки не заплывал Побудет лучше похоронку Чем их и вымолвит слова Про то, как потик, а то пули А с ним бесплод пошел вам Зну Минут, трек. с двух полярных линий Пролет грибую борзду У вас страшный дедушка, Анингер, И нервный ёрком в салузду. Ещё сжимается ворота, Но не могу глядеть назад. Когда пешком плачусь от борта, Приняв Владбищенский парад, Отбереги за поворотом Киричный дюркеновский град. Где есть музейная работа, Гудят какие-то суда, Но где для будущего плота Ещё не найдена рука. Да-да, да-да. Спасибо. Вот тогда по списку. Не спят и мною, не допят ли Бахыт Киджеев первым делением. Ледяной синевой обделён, Лепит дерево слепорождён, В разумении тёмно своём. Хорошо им мыть, властебил, Влажной серой писташковой глины, Хорошо ему с Богом вдвоём. Создавая того, чем по звуку, Воплощение шумного пука, Я синий и мёртвого любви и пущеный. От счастья до троги, Как твои дети похожи, На его сокровенные сны. Двадцать лет уже я рабея, Ребятула листья грубее, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты А рядом магнит А субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 ПЕСНЯ 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 Но друзья довольны за счастье, а он ответил, «Никогда! Никогда!» И на все мои вопросы, где возможно, где я не дал, Отвечет и счастье грозное без удержья, «Никогда! Никогда!» Я спросил, какие в Чили существуют города, а он ответил, «Никогда!» И его расплачет! Меня не спорят, а если вдруг почему-то не строят гитары, скажите мне прямо и сам. Ну, те, кто знают, как называется «Реси-соль, Реси-и». Ну, это для затопки. Вы знаете, честно говоря, я не отличаюсь большим слухом. Трунким, я бы сказал, вот так вот. Однако, для лучшего музыкальства у меня все-таки есть. Сочинятие в свое время началось с того, что, кроме того, еще не обладал, как я потом анализирую, прошел по поводу, не обладал большой длительной памятью на мелодии. И я домысливал, додумывал концы и когда-то услышанных песен, в основном тогда по радио, конечно. И эти были мои ягоды. Я, как правило, не запоминал эту песню до конца, а потом вот так вот и додумывал. И так, вероятно, и пришел к сочинистой мелодии. Так что, эта короткая память мне, наоборот, помогла. Что, про Одиссей? Одиссей хорошо. Мне всегда клиент на первой строчке, но здесь. Шум, когда встань на полке ворота, В средиземной лорусской полосе, Это позвратился к пенелопе, Старый, тряплый, лысый, весенний. Нет, я не смершилась чем-то, Боги не расправили морщин. В день, когда пришел к лохолесетку, Самый хитроудный из мужчин. Пенелопа с небомалой силой, Разрушает свой дудный портрет. Ну, лишь я заразу колесила, Грубо говоря, девнадцать лет. А она там совсем же искнила, Ты мне противопа не трави, Ты, как лет проживнив и криви, Говоря в согласии и любви. У меня срежная обида, Про сей расскажешь, мэр, потом. А кто такие сцилла и харинда? И где у этих девочек в ритам? Ходит там китеря, это травня, Сын твой и наследник, дядя Левак. Черт со мной хоть помнил бы о сыне, Деньги из отца, ведь это страх. А кисеть против имаклона рубака, С вами даром, мастером, садей. А вот ты, да ведь, кроме телевака, В роде больше не было детей. Что ж ты тут туману напустила? Что за женихи желаю знать? Ты, может, только это превратить. И вот нашу уникальную кровать, Эта груда амбарция отрезала, Винных пятнах стулья и стады. С кем ты тут ткала и распускала, Кем-то труб запалявали углы, И уже тысячи по шлам собрелы, Бывший грозный одиссеев внук, Но давно стащил из дома стелы, Теремах отбившийся друг. Нет, ребята, мир не содрогнулся, Гробникой с дорога не текла, Хоть какой, а все-таки вернулся, Хоть какая, все-таки ждала. Но ведь в сроку кто-то же хотя бы, Но кого-то жмучила вина, День, когда из-за габрилистной бамы Началась Троянская война. Ну вот еще одна, как бы семейная трепетия, Хотя в основу второй песни, Которую я хочу сейчас петь, Послушали и личную. ПЕСНЯ 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 Мне почему-то казалось, что эта песня будет теперь в спектротеатральных куберах. ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Математика, спой, пожалуйста. Математика. Давно просто не тренировал его, кстати, является. Кстати, где-то я был в колоде перед этим, да? У меня записка такая пришла. 81 делённые на 9. И с вопросом, что бы это значило. Кажется, это проселить спеть математикой, да, таким он. Ну, дело в том, что вообще-то она называется не математика, называется шутка перед экзаменом по геометрии. Ну, я, извините, распространяюсь, принесу, я не смогу. Я боюсь, протошить. Саша Маляк. Хорошо, Саша Маляк. В репертуаре. Саша Маляк. 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 Саша моряка, Саша моряка, Саша моряка, Саша. Сдутыми дверными старческих рук, В поле все явственные торопы, А башни и пизанцы валятся в бруд, Ветом обглобным литовым. Мертовой морушкой улется на дно, Тянет его все полный. Паденья кричит давно, Держат лишь цепкие корни. Кто, будь может, Ровесник он мой, Родом толкаемый в спину. Ах, и старик он сухой, И плевой, и в комнатах век. Навалили его диалектику, Где изучать он многим противоречий. Вижу и блесту, Улетая печать, Вдавлено вслед человечий. Глок против шерсти, Заменатых торопим, Ветка торчащая крема. Ах, есть муна сани, Плостный кранин, Шуткая близость обрыва. Кто же удержит меня на краю Ставит моя песенка вспетой. Как недоучка, Философ стою, Знаю, но мебелью с ответом. Знаю, но мебелью с ответом. Какая века молодых, Они почти не сголокат. И снова тянется рука, Магом привычный, пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чёрные крылья и шеи обмирает пести молодой силуэт. А когда молния дверь, линия потянутся ближе, И в прихожей затеплится свет. А живут подо льдом все родимые пятна, И согреться дом, теплоту предзакон от твоей. Товарищ, так больно, что я не решаюсь сказать, Что, товарищ мой, больно, тяжелый болезнь в рассудке. Третий день, петь и ночь, третьи страшные сутки подряд. Он не спит и не ест, только пьёт за третьи сутки. Мой товарищ живёт по закону большой красоты. Небывалые слова и бескренелые сутки. Чувства в каждой строчке его Неземными сверкают цветы. Недоступна во мне и родного, Как память и сну стола. Мой товарищ устал от безденья лжи и утра. На своей сокровенной таинственно шуткой работе Через город большой я упрямо весую. Я за старинную дружбу готовую газовую раскладу. Я поставлю на стол трёх рублёво солнцем букет. И я строю железную трубью мягкую грязь. Выпей, друг, до твой За пучок неразрезанных вен. И за сердце твоё Драгоценное Бедное сердце Драгоценное Спасибо за просмотр! 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 Про Донов Судомольцы Всегда по этой песне Только потом я от неё плохо купил. Ну, ничем не пытаюсь. Такая детализованная личность На стихи Олега Таруси Слава Таруси И empieza Ною Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 А волна свой незаметный профиль Каблю сует под самый кель Склочная натура Ярши профи, я скорее с простойки Пусть в разводах, якобы лазуни Намешал я все цвета подряд Бабочка моя не ищет бури Ясной на первых горят Мы в циклоне, как возле циклопа Малой саминкой торчим В репетициях всемирного подоба Репутация мужчин Как актер, я циклопе бездель Против воли никогда не лгут Бабочка моя боится в лес И трепещет на лугу И трепещет на своем углу А большие бабочки не коренья Срисовал я сосканых ушей Что делать, если я Погибный, лучше я для них решаю Сколько их в морюке дыната Лобоухих на конце иглы Бабочка моя бедой черепа На ногу не летит из ныгры На ногу не летит из ныгры Я не умел, хоть не верно В коме не смыслит ни шиша Бабочка моя, моя, моя Моя душа Если так чумазую подушку Мне придется долго отмывать Если нет, как бы уже звезду Мне в ненасте рисовать Мне в ненасте рисовать Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Думаю, что мне не хватает. Если еще. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Что происходит, только, увы, не со мной, а белую ночь на большом пароходе, Сверху моря длинной. Плавы скользили востречу в бакторе, кто-то другой, не знакомый моряк, Я жду, что когда-то появится в створе, самый посредний маяк. Новые флаги ляжут салами, волки морские считают бои, Кто-то смешит церковать на умаре, в общем, сумбурные чувства свои. Я понимаю, что, пребывая, в северный пол, на двене, В северный чувства переживая, я пребываю во сне. А просыпались и было лето, северный круг, миловая черта, Белые ночи, короткое лето. Только в груди поэтаж белою птицей падать кружится. Морь, немолодость, ночь весна, слово зовет, Но я мудка возвратится в благословенные те времена. Где не от скуки клонятся влюбки, Топится, парня, стрекутся усы и бесконечные терпятся муки. И если до порта, то только часы. И если до порта, то только часы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно было на перечисло лет с отелкой у моей мамы. Я всегда в эти дни я вспоминаю ее песни. ПЕСНЯ 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 При отце такого не бывало, а у сына в середине не так. Но устали механизмы капризные, сын приятно, пусть так всегда. Сядет снова и говорит о жизни, о нашей минувшей годах. В колыбе не умертворенья, как владеет, столько всудишь, одеешь. Рано по заквалу и наставленье, все это вела я уберечь. Будет думать, как бы сматить с болью, если без его полосы. По его сроке и горькой роге вдоль остановятся часы. ПЕСНЯ 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 КОТОРА 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 ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА КОТОРА 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 Я вспомнил, как только за сцену. Есть такое понятие, как «заклеимание». Это как кто-то специально не хочет, чтобы я ездил. Ну, тогда была песня, которая обычно заканчивается в концерте. Что? Пардона. Пардона, да. Пардона, мадам, позабройте, выкиньте коленцы. Я отвлеку вас, лишена мандат. Напоминает мне, я расскажу, интургенции. Ваши несерьезные, я помог себе. Парни, пыти, выкиньте, выкиньте, все хотите. Души от достигающего мира не гониста. А то, вы можете придирить и забыли. Еще лапами и ягар по Монте-Коррине и стол. Парни, я по ночам гляну, волна цвета, как мы. Парни, мадам, позабройте, не детский труд. Ведь поутру мой мог бутылочно зеленый, И я вдален на низу. Но день пройдет, луча встали. Мадам, выходите, на Пари. И я посоветую в шарманке на пульваре. Мой, как ласточка, занижается, когда ждет. Непогрешивый, словно скрип к стороне моей. А там я слышал вас зовут, как папа. Предупрежь я, я в душе короля. Прошу, не верите, ниже в пояс так ковярый. Все эти слухи не отрият. О, боже мой, какой тьма, какой эротический отман. Ведь мы достаточно изысканные толки. Пардон, не мейте, ниже полуя за меня. И чтоб я когда-нибудь пронянусь на печок. Спасибо. Спасибо. Я выручил, так сказать, от планицы. Вот, за нём всего хорошего. Очень приятно выступать в этом зале. Сегодня почему-то основка была более каменная, чем обычно. Вероятно, и навык в этом я, так как несколько раз спустил краски в первом зале. Буду знать. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Семье, служащим, в одном транспорте. Все моя жизнь так или иначе была связана с золотой. Я и сейчас продолжаю. В шестнадцатом году я уехал с юга Калининграда. К тому времени в этом городе жила моя старшая сестра. Я поступил учиться, осуществляя свою давнешнюю мечту, стать радиоинженером в Калининградское высшее инженерное морское училище. На факультет на радиоинженере. Тогда же примерно я ознакомился с гитарой. Гитара была у меня семиструнная. Стал их самоучкой. И почти сразу же после освоения гитары стал сочинять песни. Сначала мне нашли стихи, потом постепенно пришли какие-то стихи, слова. Песни были в основном о море, о любви естественно. По скорости я женился и потом уехал работать в Аркангельске, в Аркангельске, где стал писать сочинять песенки уже более предметно. Появились темы. Но главенствующим оставались любовь, природа, романтика. Отходил я эти свои положенные годы, оставил там часть зубов и волос на севере. Вернулся и стал работать на берегу. Увлечения не забросил. Стал более организованным в этом плане. Узнал, что есть такое течение авторской песни. Загисался в клуб авторской песни местных до сих пор, являясь его членом. Клуб песни «Фарус». Спектр моих произведений поколдился. Я стал замахиваться на больших поэтов. Мне кажется, что я стал лучше писать с тех пор. Единственное, о чем сейчас жалею, что с годами почему-то пишется стихов меньше. Музыка продолжает меня посещать. Остается только делать несложный выбор, чтобы отобрать душу. Музыка продолжает меня посещать. При сочинительстве я кладу в основу песни мелодию. Вначале в любом случае появляется мелодия. Дальше пытаюсь сочинить что-нибудь на свои стихи. Если не получается, я беру, обращаюсь к нижней полке своей, где стоят мои любимые поэты. Круг которых постепенно расширяется. Лист во книжек растет. И пытаюсь найти там что-нибудь подходящее к той мелодии. Если нет, естественно, мелодия остается невостребованной. Бывает востребована буквально лет через десять. Даже через двадцать пять. Значит, в любом случае, даже тогда, когда стихи не мои, мелодия изначально. Еще, кроме всего прочего, я, конечно, читаю поэзию. Так сказать, начитываюсь того или иного автора и принюхиваюсь, присматриваюсь к каким-то конкретным произведениям. И дальше они как бы откладываются. Почему раньше откладываются в голове и лежат там, и ждут как бы этого сигнала этой своей музыки. Раньше вот я думал, ну почему так вот? Почему так вот? Внезапно, в друг раз, и выплывают эти строки. Доверятно, я так для себя решил, потому что они уже там сидят глубоко, и вот ждут как раз вот этого своего часа своего времени. У меня трое детей. Старшая дочь очень любит мои песни. К сожалению, очень редко слышу, чтобы она что-нибудь пела. Есть у меня еще двое детей помладше, они близнецы, девочки и мальчики, сейчас десятиклассники. Девочка активно сочиняет и стихи, и мелодии, но мне не показывает. Да, до поры до времени я не насилую, не пытаясь влезть и даже краем глаза не пытаясь посмотреть, что он там делает. Но ее пристрастие ближе, как я понимаю, к эстраке. Она обожает Наталью Арер, здесь это мексиканско-бразильский антураж. Не знает, какой ключ она сочиняет. Сама научилась помимо меня играть на Китае, на шестиструнной. Кстати, я в ней совершенно ничего не понимаю. Я, впрочем-то, и в этой не очень хорошо понимаю. Играю по наичи, потому что я так и остался. Хорошо, спасибо. Спасибо, складываю. Ну, я старался. Слава Богу, слава Богу. Мастер, шумунют. Молодец. Здорово. Сейчас работаю? Да. Да? Ротфейч, что ли? Нет, нет, я мастер. Я, ну, хорошо. Я работал докером. Возможно, у меня бы отпала необходимость зарабатывать деньги. Ну, подрабатывать. Докер очень прилично. Мастер, почему? Хотя, казалось бы, мастер – это лучший, чем мастер. Нет. У нас другой отношений. Мастер – это человек, которого бьют. Мученики. С обоих сторон. Сложись в руку. Мастер. 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 Да, и вот иногда за... Да, и вот Excuse. Да, и вот. Та – да, и есть гора… Да. Там ближе к ободе. Мастер. Я… — Во время детства? — Во время детства, да. — Я, собственно, так хочу. — Да. — За что вы отдыхаете? — Ну, потому что романсы... — Наш детство, я прекрасно. — А вот что, русские романсы? — Вот-то русские романсы и народные песни. — Ну, это уже в русском языке. — Ну, это уже в русском языке. — Обязательно такой танк. — Ну, понятно. — Блезовый или танк. — Да. — Очень красиво, здорово. — Я всё время как-то хотел, чтобы это было не похоже. — Не похоже на что? На кого-нибудь? — На кого-нибудь, да. — То есть не оригинальный, но вот такой привкус. Блезовый очень. — Ну, в принципе, нет, есть родственные. — К сожалению, они вот все, как правило, помоложе видят. И лучше владеют деталями. — А, ну, сейчас-то очень много. — Если я ещё раз выиграл, то это будет. — Да, да. — Да, да. — Игорь Кляревский. — Кляревский ещё? — Кляревский, да. — А какие же ещё поэты? Кляревский ещё есть, да? — Да. — Бунин есть, да? — Да, есть, да. — Бунин, да. — В последнейшем мире он, кстати, записывал. — Да, да. — Такая плёнка хамка. — Сейчас у нас... — Это нервы, да? — Они ещё не нервы. — Это московского предпечатали, но всё, они уже с ними расстались. — Ну, это будет упасть. — Завязали. — Я только сегодня об этом устал. — Зато отрадно. Я могу её взять и отнести в любое другое место. — То есть, теперь она моя. — Саша, на чай пить не буду. — Спасибо. — Чай пить не буду. — Да? — В принципе, я пью чай. — Я, может, взял телефон? — Хорошо, ну пока я здесь, да, да. — Спасибо большое.